Вместе в пути Годного проекта «Узнавайте Россию. Люди». Команда Дорожного радио побывает в Ивановской и Владимирской областях, чтобы рассказать о финалистах Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия, который проходит при поддержке нацпроекта «Демография». Эти практики направлены на обучение, развитие творческих способностей, помощь, здоровье, уход, а также на улучшение качества жизни среди людей серебряного возраста. Первый пункт нашей поездки – это город Химиков Заволжск. Вон он спрятался в дымке на том берегу. Там реализуется практика с необычным названием – «Плогинг. Вместе за спорт и экологию». Мы – волонтерский отряд «Серебряные плогеры» из города Заволжск. Мы активно укрепляем свое здоровье и боремся за улучшение экологии в нашем крае. Приглашаем всех жителей области присоединиться к экологическому движению плогерей. Серебряные плогеры – отряд наш называется. Спортивные рекорды установить пытаемся. Пройдем по Санкт-Петербургу и мусор соберем. Мы – патриоты Родины. Земля – наш общий дом. А ну-ка песню запевай, веселый плогер, веселый плогер, веселый плогер. Как-то в интернете я увидела слово «плогинг». Оно меня заинтересовало. Мне захотелось этот проект сделать для граждан пожилого возраста, который назвали «Плогинг за спорт и экологию». Цель этой практики – вовлечение в экологическое волонтерство граждан пожилого возраста. Здесь и спорт, и экология одновременно. Человек бежит или быстро передвигается и убирает мусор. Так как эта практика предполагает бег, наклоны при уборке мусора, передвижение довольно активное. Мы понимаем, что это люди старшего поколения, мы от них бега не требуем. Но быстро передвигаться – это, конечно, к этому мы стремимся. Это и спорт, физическое состояние, экологические достижения. Также и укрепляет дружбу среди пожилых людей. Они знакомятся, они становятся интереснее друг к другу, общаются. Самое большое количество мусора мы убираем во время областной нашей акции. До 100 мешков за день мы собираем. Во-первых, это физкультура. На свежем воздухе мы там разминочку делаем, мы с палочками ходим и наклончики за этим мусором. Да, состояние здоровья улучшается, настроение поднимается. Разноплановое общение с людьми. Мы уже люди пожилые, работу не ходим, огород, дом, огород, дом. А потом, на самом деле, душа болит. Вот приезжаем на тот же пляж, тут бутылки, там пакеты. Ну, как-то нам стало обидно. В этот раз приехали на мережку, прямо сразу заметили, мы который год уже ездим, уже мусора много меньше. Или люди стали понимать, или все-таки мы разгребли большие-то залежи. Пожалуйста, уважаемые люди, туристы в основном, молодежь больше, убирайте за собой мусор. Ведь самим же приятно приехать в чистое место. Приехали с пакетиком продуктов, уехали с пакетиком мусора. Чисто и красиво. Мы приехали в город Белых Колонн. Так называют город Вичугу в Ивановской области. К уроженцам этих краев хочется применить метафору «соль земли русской». Потому что именно здесь, в 19 веке, зародились крупные династии фабрикантов, которые создали мощную текстильную промышленность. Вот, например, позади меня известная фабрика Коноваловых. А еще отсюда родом такие величины, как маршал Советского Союза Василевский, известный психолог Пономарев, театральный режиссер Попов, а также инициатор стахановского движения в текстиле Виноградова, которая тоже трудилась на этой фабрике. Также в Вичуге реализуется проект для людей серебряного возраста «Зорница для молодых духов». Она стала финалистом всероссийского отбора лучших практик активного долголетия, который проходит при поддержке национального проекта «Демография». «Так, отделение строится, равняйсь! Швырная!» «Товарищ командующий, отряд номер «Шанс» для проведения игры «Зорница» быстро. Выходной, пуговицы в ряд, Ярче солнечного дня!» В детстве я очень любила военно-спортивные грузорницы. Все детство я провела в военно-спортивных лагерях. И мне очень нравилось стрелять, бегать вместе с мальчишками. Началась работа с людьми старшего возраста, и общаясь с ними, я поняла, что им тоже не хватает каких-то воспоминаний из юности, не хватает эмоций молодости. И как-то случайно промелькнуло. А помните, как мы играли в «Зорницу» пионерские отряды? Меня это щелкнуло. Да, действительно, играли. Говорю, а давайте-ка попробуем. Внимание! Марш! Деба и права! Деба и права! Вы сегодня видели, как они смело, активно ходят на лыжах даже летом, кидают дротики. Они очень любят все, что было когда-то в молодости. Говорят, дедов у нас мало, но на «Зорницу» приезжает половина команды деды, половина бабушки. Но они друг друга говорят. Мы мальчики, девочки. Это школа безопасности, школа здоровья. Кроме этого, у нас еще есть такие промежуточные мероприятия. Это туристический слет, куда мы также приглашаем всех. Показать командный дух, показать, насколько все дружны, едины. Все знания, которые накопили в течение года, все хотят продемонстрировать, хотят быть лучшими. У них новые знакомые, новые люди. Эмоций очень много. Они стали физически здоровее, они стали эмоционально крепче, они стали более коммуникабельны. Они почувствовали, что они в востребовании, что они нужны. 22 команды каждый год участвуют. И попасть в команду нужно быть достойным. За это борются. Стимулирует прийти к победе первыми, победить, мы и заняты. И в то же время у нас бодрость духа возникает. И востребовала. И отдыхает душой. Я прям отдыхаю душой. Для меня это стимул продвления жизни своей, как говорится. Команда «Шанс»! Шустрые, активные, надежные, спортивные. Большинство, могу с уверенностью сказать, стараются участвовать везде, потому что им надо все. Они, как говорят, мы должны успеть пожить, мы должны успеть насладиться жизнью. Мне бы быть такой в вашем возрасте. Я хочу быть такой же оптимистичной, я хочу быть такой же живой, как вы. Я беру с них пример. И я счастлива, что около меня есть такие люди. Мы приехали во Владимирскую область, город Судогда, который находится в 40 километрах к юго-востоку от Владимира. Здесь сохранилась уникальная для России достопримечательность – усадьба Храповицкого. Это замок конца 19 века, выстроенный в очень редком для этого региона стиле. Стиль шато смешан с неоготикой. Главный житель замка Владимир Семенович Храповицкий был очень предприимчивым человеком. Он не только здесь создал несколько промышленных предприятий, но и организовал театр, в котором устраивал бесплатные показы для населения. Судогодцы, сохраняя традиции, также организуют активный и интересный досуг для людей серебряного возраста. Примером тому служит финалист всероссийского отбора лучших практик активного долголетия, который проходит при поддержке национального проекта «Демография». Это социальная практика «Флэшмоб» и я. Демография «Флэшмоб» Идея практики «Флэшмобия» родилась от желания сделать для наших представителей судогодских старших, как мы их называем, сделать их жизнь более активной, спортивной и продлевать их долголетие, активное долголетие. Мы вот решили, что нашим старшим не надо отставать от молодежи, а такой сделать «Флэшмоб», чтобы даже стать примером. Цель – отвлечь от одиночества, от повседневной рутины, чтобы они, приходя и занимаясь к нам сюда, забывали о всех своих болячках, проблемах, одиночестве. Это помимо того, что общение – это вот общность идеи, общность движений. Мы разучиваем эти движения, и они стремятся повторить, чтобы было правильно и четко. То есть, если вправо, значит, все вправо. Именно эта практика, она, наверное, дает им возможность вновь вернуться в молодость и почувствовать себя такими же членами общества, как и все остальные. Что они нужны, что они востребованы. Вот я тоже как-то чувствую, наверное, свою и сопричастность, и то, что я их тоже немножко поднимаю, настроение, даю им уверенность в себе, что у вас все получится. Надо только захотеть, а мы вам поможем в этом. Здоровье поддерживать надо, да? А без этого никак, без движения никак. Какие девчонки? Поговоришь, чайку попьешь, настроение хорошее, жить хочется. А чтобы мы дома на постели лежали. А здесь мы живем для себя. И о нас так заботятся девчонки с центра, как с малыми. И мы здесь вот свой возраст не помним. И все, все прекрасно. Нас любят, нас уважают. Мы хотим быть здоровыми, молодыми, красивыми и активными. Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. У-у-у! Кто не видел Мурома саки, тот не видел русской красоты. Так говорил Максим Горький. Мы в одном из самых древнейших городов России. Муром славится своими старинными монастырями. Сюда 8 июля со всей страны приезжают люди, чтобы отметить Дель Любви, Семьи и Верности в честь святых Петра и Февронии Муромских. А еще это родина знаменитых калачей и легендарного русского богатыря Ильи Муромца. Но это еще не все. Здесь есть уникальная практика восстановления координации равновесия для людей старшего возраста. Она стала финалистом всероссийского отбора лучших практик активного долголетия, который проходит при поддержке национального проекта «Демография». Я сначала скажу, что эту практику можно назвать как ключ к здоровью мозга. Нужно работать над ним всю жизнь. Начиная с детского возраста, подросткового возраста, взрослого возраста и, конечно же, пожилого возраста. Практика состоит из упражнений именно на координацию движений. Вот на чем неудобно удержаться, сидя на мяче, да, фитнес-мяч, или, например, подушки-балансиры, или коврик массажный. Все подойдет для тренировки для вестибулярного аппарата. Но самое главное, конечно, наше приобретение и находка – это борды. На бордах можно делать все, что угодно. Сидя на борде, стоя, лежа в борде. Как активные упражнения, так и пассивные. Просто отдохнуть, полежать. Ничего себе. Это очень сложно. Работает мозг на сто процентов, если не на двести. Спускаемся. Им все интересно, они пытливые, дома не сидят. Активные, вы сами видели, как зажигалки. И поэтому хочется для них стараться, хочется для них искать что-то новое. Нужно в первую очередь сказать о пользе. Для чего им это нужно, как пригодится им это в жизни. И только после этого они начнут заниматься. Это им понравится. Именно эффект новизны. Растяжка нам очень нужна. Да и головка работать стала. Вы видите, мы ходим и так, и так, и по линии, и по всякому. Можем по бревну пройти. Дети за нас спокойны, что у нас все работает. Легкость во всем теле. Хватает времени на целый день. Для здоровья. Для общения. А вообще очень нравится просто. Никогда не делать из-под палки. Если не хочется делать, лучше, например, посмеяться, расслабиться. Полежать даже на борде, покататься. Самое главное – это настрой. И вы видели, у нас настрой позитивный. Девчонки хорошие у нас. Здоровья в порядке. Спасибо. Зарядке. Владимирская земля – родина самого известного русского богатыря Ильи Муромца. Памятник, который стоит на набережной реке Аки в Муроме, изображает его мощным воином. Но, как мы узнали, рост Ильи был не больше 177 сантиметров. Значит, не в физической силе его мощь, а в духовной. Такой же духовной силой обладают и герои, с которыми мы познакомились в нашем проекте «Узнавайте Россию. Люди». Они продолжают славные традиции своего земляка. Они активны, любознательны, развиваются как физически, так и духовно. И в этом им помогает национальный проект «Демография». Если вы тоже чувствуете в себе богатырскую силу, и у вас есть идеи, как помочь людям серебряного возраста в своем регионе, то заходите на сайт национальныепроекты.рф. А наш проект «Узнавайте Россию. Люди» не заканчивается. Ждите новые выпуски в эфире и в социальных сетях Дорожного Радио. Дорожное Радио представляет. Узнавайте Россию. Люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова